Зачем вам хотите обладать чем-то другим, нежели биткоином? Так что, по мере притока капитала, вы здесь увидите сотни триллионов долларов. И если вы в США, то чем вы обеспокоены? Потери статуса мировой резервной валюты. И куда потекут деньги? В биткоин. Как вы здесь захеджируетесь? Да попросту идите туда, куда идут все, купите 20% этого, и когда остальные туда придут, у вас, знаете, будет всё в порядке. Куда ещё вы можете пойти? Если, к примеру, мы с вами поговорим о такой стране, как Сальвадор, где он является законным платёжным средством, когда я могу гонять его туда-сюда сотни раз в течение месяца без обязательств отчёта и налогообложения, то, на мой взгляд, а если это Сатоши на сети Lightning, который в целом мне нравится, если же это Сатоши на базовой сети, то, думаю, в какой-то степени не всё так гладко, потому что за транзакцию тебе нужно заплатить 3 доллара. То есть не очень хорошо. Так что мне это не нравится на основном блокчейне, но мне это нравится на сети второго уровня. Но я бы посоветовал совершенно любому, если у тебя есть некоторое количество денег, то 95% из них должно находиться на капитальном счёте, таком как биткоин. 5% на локальном денежном счёте. И с практической точки зрения у тебя получаются две вещи. В Аргентине, в которой всё оценивается в песо, и тебе нужны эти песо. Я бы, вероятно, купил бы его за часть перед тем, как потратил бы его, но всё-таки купил. А с другой стороны, если что-то, что является законным платёжным средством, и с гораздо большей вероятностью будет колебаться и двигаться с высокой частотой, а ещё будет значительно подвергаться налогообложению, знаешь, короткосрочное налогообложение прибылей, верно? На уровне 35-40%. Если я тебе дам биткоин, который вырастет, немного, то вот в чём дело, с которым мы с тобой оба согласны. Ни в одном из сценариев мы не должны отправлять свои деньги правительству. Верно? Да, Чет. Я думаю, вот почему, например, Тезер оказался настолько успешным. То есть в теории цифровая валюта, которая привязана к доллару для частых расчётов, и, знаешь, цифровая собственность, биткоин, которым ты можешь обладать до конца своей жизни, как собственность и капитальный актив. Эта парочка позволит тебе отправиться в любую точку мира, оставаясь богатым, оставаясь соответствующим законодательству. Знаешь, чего нужно? Да сохранять биткоин всегда, и никогда не платить налог на прибыль. Тебе буквально нужно его всегда хранить. А вот всё остальное ты хочешь, чтобы было легко и просто. В общем, вот что я думаю по этой теме. То есть ты думаешь, всё дело в налогообложении? То есть больше вопрос связан в регулировании и политике, так? Я думаю, что своим налогообложением правительство может уничтожить всё, что угодно, любой актив. Политика важна. Так что если они захотят его уничтожить, например, вот лучший налоговый режим, законное платёжное средство. Никаких налогов, ты можешь его держать вечно, и ты можешь его перемещать, и за это не получать никаких налогов. Что самое лучшее после этого? Это капитальная прибыль на собственность. Что третье лучшее? Налог на имущество, что является налогом на время. То есть ты обладаешь им, а я хочу 1% с этого. Я хочу 1% от стоимости рынка ежегодно, независимо от того, торговал ли ты этим. И это налог на землю в США, что заберёт у тебя все деньги в 35-40 лет. Так что я бы сказал, если государство утвердит имущественный налог на биткоин, то следует бросить страну. Я бы сказал, с их налогообложением на имущество, вам следует всё устроить так, чтобы вы часто не передавали это имущество. Почти никогда. А если они это сделают законным платёжным средством, то, вероятно, вам нужно переехать в эту страну. Так, мы пошли не туда. Мы ведь ещё не обсудили налог на наследство, верно? Я думаю, что это последняя тема. Но я думаю, что налоги... Налоги — это 40% формуле. Они очень много, значит. И обычно, лучшей стратегией является стратегия, которая позволит вам отодвинуть или избежать налог. А худшей стратегией, которая ускоряет появление и оплату налога. Ты или платишь, или не платишь. Но тогда у тебя появляется юридическая ответственность, о которой нужно думать в том или ином виде. Но эти стратегии становятся задачами, перерастающими в проблему. Я думаю, что одна из ранних тем, когда выступал перед аудиторией, о том, что политика важна, и которую люди всерьёз не воспринимают. Я думаю, что последние две недели сами по себе подтвердили, что ты прав. Выступающие перед тобой и после были сенаторами и губернаторами. Завтра на крупнейшей биткоин-конференции в мире собирается выступить бывший президент США. Очевидно, что политика важна. И я думаю о самых крутых вещах, вопросах. Технологии свободы, а биткоин — это свободные деньги, которые придают ещё больше сил людям, когда встаёт вопрос в борьбе с правительством. Может быть, не в борьбе, это довольно резкое слово, но, скажем, в защите самого себя, а также в поддержке своих личных свобод. В итоге это немного выровняло сила на поле что лично мне даёт надежду. Я думаю, что такие голоса, как твой, что сайты hop.com, надежда.com, ведь биткоин — это надежда. И даже Ларри Финн говорил, что биткоин — это хедж к надежде. Хоть это немного другое. Да, но я думаю, что мы можем объединить эти идеи вместе. Но в любом случае, Майкл, мне интересно, мы, как ты думаешь, вступаем в эру ФОМО, национального государственного правительства? Ожидает ли нас с начала применения инструкции по стратегии Майкростратеджи на уровне правительства? Я думаю, это... Это хорошо, что мы об этом говорим. Окно Овертона начинает смещаться. Год назад мы это обсуждали, а сейчас идут кандидаты, как Роберта Ф. Кеннеди, об этом говорящей. У нас есть целый набор сенаторов, которые об этом же говорят. Так что я думаю, что разговор начинается. Я не держу ожидания высокими. Я думаю, что нам всем следует ожидать что-то небольшое. Но наблюдение того, что когда государство начинает обсуждать это, владеть этим и узаконивать, это означает то, что они не собираются это забирать у тебя. Так что, когда они не говорят о том, чтобы обладать этим, когда мы видим правительство Германии, продавшее это в сложной ситуации, потому что актив может обесцениться. Так что история вокруг этого актива о том, что это не актив, это все криминальные штучки, которые собираются обесцениться. Вот это плохо. Но если ты хочешь двигаться дальше, ты должен сформировать уверенное начало. Так что я думаю, когда государство начинает об этом говорить, то это значит, что физические лица и небольшие компании будут в порядке, начиная с этим работать. Они будут впереди. Они будут первыми. Государство всегда себя ведут медленно. Всегда все должно быть не спеша, со сложностями. Но я думаю, по мере движения физлиц и семей, если государство имеет это в виду, то для вас это будет гораздо более безопасно обсуждать на Совете Директоров. Так что, когда я захожу в кабинет Совета Директоров, и меня спрашивают о том, как ты думаешь, что будет делать Майкростратеджи, учитывая всех этих политиков с их законопроектами? И здесь вопрос о том, буду ли я уволен, если я подниму эту тему. В общем, я думаю, что здесь окно Овертона смещается. Я не ожидаю, что государство вдруг возьмет и скупит целую тонну биткоинов. Завтра и положит это в банк. Я думаю, это нужно сбросить со счетов. Но я думаю, что мы за несколько следующих лет увидим, что некоторые государства займут позицию, которая произойдет внезапно. Вероятно, это случится от тех, от которых мы не ждем. Но это будет здорово. Но в целом, я думаю, что это происходит в рамках таймфрейма четырех лет. Сейчас это ранее стадия институционального вовлечения. Потом будет четыре года, еще четыре года. Что ж, мы уже видели, как маленькие страны и большие начали придерживаться стратегии накопления биткоина. Очевидно, в большинстве умов находится Сальвадор. Например, я думаю, круто, что можно посмотреть мемпуль и увидеть, как они покупают один биткоин каждый день, что похоже на маленькую шаговую мем-диаграмму. Да, даже такие страны, как Бутан, которые мы видели в отчетах о банкротстве, которые втихую накапливали как можно больше биткоинов. Но, на твой взгляд, с учетом того, что может завтра не произойти, веришь ли ты, что казначейство США должно накапливать биткоин? Да, ну то есть, я только что пришел со своего выступления с презентацией, и то, что я сказал, было, знаешь, 10-ти процентная стратегия для США является покупкой 500 тысяч биткоинов. Стратегия биткоин-максималиста это покупка миллиона. Стратегия дабл-макс это покупка 2 миллионов. А стратегия тройного максимализма для США это покупка 4 миллионов биткоинов за будущие 4 года. То есть, где-то 18% от общего объема. И если бы они это сделали, они покончат с долгом и выйдут с большими плюсами. И, знаешь, мой личный пример Знаешь, секрет успеха государства заключается в наличии защищаемой производственной собственности. Причина того, что Британская империя росла в том, что у нее был остров, который было сложно захватить. Ни у кого это не получалось с 1066-го, и остров этот был индустриализован. После чего у них появились колонии, ставшие защищаемыми производственными землями. И причина того, что США набрала мощь в том, что страна с одной стороны защищена Тихим океаном, Атлантическим с другой стороны, замерзшей тундрой с севера и пустыней с юга. Защищенная, продуктивная. И что же мы делаем? Что ж? Мы купили территорию Луизианы. Джефферсон это сделал за 15 миллионов баксов, купив 27% от территории. Сюарт купил Аляску за 7 миллионов долларов. Федеральное правительство США обладает 28% земли. В США мы обладаем сколько? 18% золота, да? Так что ограниченная и необходимая собственность, покупайте производственную собственность, которую можно защитить. Если в киберпространство мигрируют сотни триллионов долларов, то я считаю, что биткоин обесценит недвижимость Сибири, и китайскую недвижимость, и вообще все в Африке. Так что зачем вам обладать облигациями южноафриканской компании? Зачем вам хотите обладать чем-то другим, нежели биткоином? Так что по мере притока капитала вы здесь увидите сотни триллионов долларов. И если вы в США, то чем вы обеспокоены? Потери статуса мировой резервной валюты. И куда потекут деньги? В биткоин. Как вы здесь захеджируетесь? Да попросту идите туда, куда идут все, купите 20% этого, и когда остальные туда придут, у вас, знаете, будет все в порядке. Куда еще вы можете пойти? Верно. Например, если вы хотите продать доллар, а вы не будете продавать доллар за песу, или лиру, или евро, никто об этом не говорит. Так что продавая доллар, вы покупаете недвижимость в Сибири? Так что суть в том, что если страна, если ты хочешь, чтобы страна имела капитализацию на уверенном фундаменте, то это продуктивная собственность, которую никто не может от вас забрать. И здесь биткоин прекрасен. Он продуктивен, потому что искусственный интеллект будет двигать десятки миллиардов долларов отсюда туда каждый час, так как нельзя перемещать 10-миллиардовые дома или серебро или доллары. Господь видит, что они не могут открыть банковский счет. Так что все хотят участвовать в капитализации. Если вы хотите, чтобы компания, семья, страна жила долго процветаючи, как хорошо себя будет чувствовать семья, если у вас 100 акров земли в середине Монхэттена. Как бы вам понравилось иметь тысячи квадратных метров, облагаемых налогом или чего-то, только что-то продуктивного на протяжении долгого времени. И уловка в том, что вы не хотите, чтобы я это мог забрать. Вы не хотите налогообложения и того, чтобы это у вас могли отнять. И красота биткоина в том, что любая страна помещает деньги в киберпространство, которое никто не может украсть. Никто это не может обложить налогами. Так что даже с учетом того, что это отлично для США, это даже еще лучшая идея и для Швейцарии или для Норвегии или Турции, потому что не будет никакого смысла вторгаться страной и забирать вещи, если все твои вещи в киберпространстве. Так что я очень большой этого поклонник. Я считаю, что это хорошо для сети и считаю, что это еще больше нас будет децентрализировать. В общем, это будет источником интересных споров и обсуждений. Но если вы верите и если вы хотите помочь США, то предоставьте им продуктивный цифровой капитал и всем остальным, которым хотите помочь. Дайте им тот же совет. И если вы кого-то ненавидите, если вы кого-то ненавидите, скажите ему продать биткоин и не покупать. Это худшее, что вы можете сделать для кого-либо, сподвигнув не покупать биткоин, потому что это как советовать русским продать Аляску. Это как Наполеон, продавший одну треть Америки за 15 миллионов баксов, разменяв на пули и одеяло во время Наполеоновской войны. А у нас по-прежнему есть одна треть США, если сделка лучше. Биткоин прекрасен, и мы все должны его набирать как можно больше. Не будь выскочкой и копей, Сатоши.